Доброе утро, уважаемые телезрители! Вот мы с вами уже точно знаем, что смерть отвратительна, потому что она абсурдна. И неужели все, что есть у человека, это прожить какое-то время и навсегда погрузиться в небытие? Мы действительно переживаем какой-то период пребывания вне тела. И это факт. Писание не говорит об этом подробно, но все же что-то мы знаем. Из Библии следует, что душа продолжает свое существование после физической смерти. При этом для одних людей, как, например, для Лазаря из притчи, написанной у евангелиста Луки в 16 главе, 19 глава, 31 стих, это существование будет утешительным для других же, как для богача из той же притчи, напротив, весьма горьким. Люди в этом состоянии что-то знают. Знают о происходящем на земле. Тот же богач просит о своих живых братьях. А в книге Откровения, в 6 главе, 10 стих, мы читаем, как святые, пребывая на небесах, молятся о событиях, происходящих на земле. Но Писание очень ясно говорит о том, что это не окончательное состояние. В символе веры мы поем не «чаю вечного пребывания на небесах», но «чаю», то есть «ожидаю воскресения мертвых». Бог вернет нас к жизни в преображенных, исцеленных и прославленных, но в несомненно материальных телах. Пророчество об этом есть уже в Ветхом Завете. У пророка Исаии, 26 глава, 19 стих, мы читаем, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». А святой апостол Павел указывает на воскресение Христа как пример того, что произойдет с нами. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 20 по 23 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». «Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». Обратите внимание, вера в воскресение, а не в чисто духовное бессмертие. И эта вера не какая-то необязательная деталь, а необходимое следствие всей библейской картины мира. Евангелие подчеркивают, что воскресший Христос не призрак, не дух, он обладает вполне материальным телом. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Вот Бог создал материальный мир и любит его. И вот эти псалмы, древние молитвенные песнопения, вошедшие в Библию, постоянно восхваляют и благодарят Бога за вполне материальные вещи. Благодарят Бога за солнце, луну и звезды, деревья и животных, дождь и снег, хлеб и елей. Господь Иисус говорит о том, что Отец одевает лилии полевые, повелевает солнцу своему светить на злых и добрых и посылает дождь на праведных и неправедных. И вот то, что мы пребываем в материальных телах, это не какой-то недосмотр и не катастрофа, как полагают гностики. Таков изначальный замысел нашего Создателя. Тварный мир глубоко повержен грехом. Но это тяжело раненое мироздание, оно остается Божиим творением, и Бог собирается исцелить его, исцелить, а не уничтожить. И в жизни будущего века у нас действительно не будут болеть зубы, но не потому, что у нас не будет зубов, а потому, что у нас не будет кариес. Эвакуация или освобождение? Это вопрос. Время от времени приходится слышать. Слышать эти странные сообщения о культах, которые можно назвать эвакуаторскими. Этот мир будет уничтожен, а вам предлагается занять место в спасительных звездолетах, которые вывезут вас отсюда. Какие фильмы показывают? Иногда речь вполне буквально идет о звездолетах, якобы обещанных лидеру культа дружественными инопланетянами. Иногда говорится о бункере или землянке, куда надо залезть, ожидая конца света. Все они говорят о том, что этот мир полностью обречен, и спасение будет состоять в том, что некоторых из нас из него вовремя эвакуируют. К сожалению, подобные чуждые церковному учению представления могут и появляются и в среде христиан. Наша земля якобы обречена, но если мы будем вести себя правильно, залезем в землянку, то нас отсюда заберут. Верные в этом случае будут выглядеть, как армия, проигравшая войну. Территория достается врагу, а за остатками разбитых христиан прилетает вертолет, чтобы снять их с крыши здания, по лестницам которого уже грохочут сапоги победоносного неприятеля. Вот иногда такие представления связывают с повествованием о новом ковчеге. Но в истории Ноя речь идет совсем о другом. Ной с семейством, проведя какое-то время в ковчеге, потом высадился на землю, которая была очищена, а вовсе не уничтожена. Бог не собирается отдавать землю силам зла и разрушения. Он собирается погубить губивших землю. И это мы читаем в Откровении, 11 глава, 18 стих. А не погубить саму землю. Представьте, что ваш дом, который вы построили и любите, захватили разбойники. Но ведь не станете вы разрушать дом. Вы сразитесь с разбойниками, вышвырнете их вон, а потом устроите генеральную уборку и ремонт, чтобы привести дом в порядок. Может быть примитивное сравнение, но именно так поступит Господь, и об этом говорит Писание. Мы верим в Господа Иисуса, паки, грядущего со славою, судите живым и мертвым, а не просим Его навсегда эвакуировать нас из этого ужасного места. «Наступит день, когда Господь во славе придет на землю, чтобы совершить суд и спасение, и мертвые воскреснут». И вот это слово «суд» для нас имеет негативный оттенок. Но в Библии это невероятно радостное событие. Вот как его описывает псалмопевец в 95 главе 11-13 стих. «До веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все деревья дубравные перед лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы поистине своей». И этот огонь суда Божия очистит, а не уничтожит землю. Да, многое будет уничтожено, то, что было построено в противлении Богу на ложных и фальшивых основаниях. Не всех это обрадует. Тех, кто строил свою жизнь на обмане, алчности и гордыне, воспримут этот день с ужасом. Но для тех, кто смиренно уповал на Бога и хранил Его заповеди, это будет день освобождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok